всем привет это free studio 21.com и я решила вернуться к теме притяжательный поддерж possessive case поскольку были вопросы и как ни странно я почему-то никогда не делала видео на эту тему не знаю почему и так в двух словах possessive case в английском языке может образовываться двумя способами либо с апострофом либо с предлогом of сейчас посмотрим когда чего можно ставить когда чего вообще нельзя ставить и как с этим всем быть мы все знаем выражение типа my brother's car равно как нас учат что это тоже самое как если сказать the car of my brother и это правильно и вот это есть собственно possessive case и обычно эта тема считается легкой ничего особенного тут невероятного нет можно так можно и так и вроде бы как на начальных стадиях изучения никаких проблем не возникает они возникают позже немного когда у меня уже не все так очевидно и когда я сталкиваюсь ситуации что притяжательный то падеж вообще говоря может быть не только с людьми он может быть еще с неодушевленными предметами он может быть с организациями например он может быть там не знаю с животными и вот если у меня кошкин хвост это уже не так очевидно как мне лучше сказать cat's tail или the tail of a cat чего-нибудь такое можно ли так делать или допустим у меня может быть country's delegation делегация этой страны мне надо ставить притяжательный падеж с апострофом или может быть лучше сказать для гейджин of the country или если у меня конкретная страна допустим индия какая-нибудь india's company indian company или индия компании или может не морочить голову и сказать the company from india или the companies of india что-нибудь такое то есть не все так однозначно не все так просто и поэтому я решила что будет правильно наверно разделить на две группы весь possessive case и в одну группу это апострофа в другую группу это of и так притяжательный падеж с апострофом имеют право иметь в первую очередь одушевленные предметы что такое одушевленные предметы в английском языке это естественно люди в первую очередь первое и основное это humans люди во всех их проявлениях то есть у меня может быть просто man-woman brazos есть там ничего нибудь такое но сюда нужно помнить что еще могут относиться профессии национальная принадлежность религиозная принадлежность социальные группы и так далее и тому подобное на то есть ну все то чем может быть человек по большому счету то есть если там будет написано что он какой-нибудь мерзавец там раскол или я не знаю матафакер там какой-то это тоже может быть с апострофом тем не менее он хоть и мерзавец но он человек поэтому ссоре у нас будет апостроф поэтому у нас может быть man's travel проблема этого человека или проблема этого мужчины может быть drivers tools инструменты водителя а может быть допустим christians views взгляды при этом имеется визу взгляды человека христианского вероисповедания они христианские взгляды христианин может и не иметь христианских взглядов далее вторая группа которая тоже сюда обязательно входит и с нею также possessive будет с апострофом это living things грубо говоря живые существа или будет правильнее наверное сказать не things напишем creatures то есть это животные растения бактерии грибки всякие птицы звери ну в общем все живое все что плодится размножается умирает рождается и так далее и вот здесь будет у нас cat's tail кошкин хвост это доказывает еще раз тот момент что в английском языке все эти понятия одушевленности неодушевленности очень условные и да конечно номером первым всегда идут люди но при этом все прекрасно понимают что грибы или коты или там дрозды они все живые и в этом смысле похоже на людей и вот притяжательный падеж нам это очень наглядно демонстрирует ну а теперь можно попробовать угадать что относится в ту группу я притяжательный падеж образуется слов естественно все то что не является людьми и все не является живыми существами и на этом можно было бы поставить жирную точку но естественно все не так просто и не так очевидно здесь нужно понимать что когда мы говорим об наличии апострофа с людьми мы ведь все помним что мы можем сказать my brother sky а можем сказать the car of my brother проблем не будет то есть офф может употребляться и с людьми и с неживыми предметами равно как и с животными может употребляться офф может употребляться апостроф с проблемы никакой нет а вот с неживыми существами желательно ставить офф и не ставить апостроф тем не менее тоже не все так однозначно потому что в разговорном языке люди очень часто это правило нарушают ставят апостроф с даже с неживыми предметами cars hood, капот автомобиля вместо того, чтобы сказать car hood или hood of the car но hood of the car очень длинно поэтому вот получается как получается, но тем не менее это естественно неправильно то есть из этого мораль те, которые с апострофом в принципе универсальны они могут все одновременно попадать и в категорию of то есть и вот эти все могут попадать сюда и вся вот эта группа также может попадать сюда и тогда non-living things лучше поставить номером третьим а вот non-living things сюда попадать не может никак нельзя они могут быть только с of с точки зрения литературного языка они могут быть только с of и никак иначе из этого мораль структура с of намного универсальнее да, она громоздкая да, она неудобная но она универсальная мы можем поставить ее со всем чем угодно и будем правы а вот апостроф с с далеко не везде можно поставить то есть если мы возьмем пример man's troubles мы можем сказать the troubles of men проблемы или трудности человека почему? потому что man у меня одушевленный предмет это человек а принадлежит человеку все что угодно хоть одушевленные предметы хоть неодушевленные это не важно с другой стороны если я хочу сказать ну ключ от машины допустим могу ли я употребить вот такое по большому счету да, ключ вроде как принадлежит машине и так далее и тому подобное а нельзя, не могу да, опять же в разговорной речи мы такое можем встретить но это не есть хорошо это не литературно если мне уж хочется такой порядок слов я могу просто сказать car key машинный ключ как бы все поймут правильно что это ключ от машины поэтому здесь у меня только один вариант the key of a car да, это длинно ну а что поделаешь то есть только так без вариантов если у меня какие-то живые существа я могу сказать pine needles или needle иголка сосны то есть иголка принадлежащая вот этой сосне при этом есть еще вариант pine needle но это уже не possessive нужно понимать что это немножко другое значение равно как и вот это то есть оно очень похоже но это сосновая иголка это вообще абстрактно а если мы имеем в виду вот те иголки которые упали именно с вот этой сосны они ей принадлежат то вот такой вариант вполне имеет право на жизнь почему? потому что сосна живая но можно так же сказать needles или a needle будет правильнее здесь единственное число сохраним его of a pine опять же нужно понимать что это принадлежность и мы имеем в виду не что попало не вообще все сосны в мире а именно конкретную сосну которая вот там вот растет и поэтому даже здесь z можно поставить если мы хотим и равно здесь тоже z можно поставить если мы очень хотим нужен контекст с живыми организмами с живыми существами у нас могут быть варианты у нас могут быть манипуляции а с неживыми объектами никаких манипуляций быть не может они могут быть только слов и не иначе и здесь можно было бы в принципе поставить жирную точку и сказать вот и все чего еще надо но проблема в том что есть целая группа слов которые этому правилу не подчиняются и на первый взгляд никакой логики абсолютно в этих словах нет что делать допустим если у меня появилось слово administration администрация что такое administration это же люди это коллектив людей как мне говорить administration's decision решение администрации они его приняли это их решение или decision of administration что правильно и проблема в том что правильны оба варианта и так хорошо и так прекрасно почему потому что это коллектив людей а мы помним что с людьми у нас может быть апостров s и может быть of без разницы это уж кому чего больше нравится иногда лучше поставить of просто для удобства читателя и слушателя чтобы он не запутался в этих s потому что s это еще множественное число s это еще is которое сокращается через апостров ну в общем можно потеряться но есть и еще похлеще примеры что если допустим у нас будет слово world мы можем говорить world population население мира а можем говорить population of the world что же правильнее вообще перед world желательно всегда ставить the потому что уникальный объект и все такое почему такое опять разнобой потому что что такое мир мы в первую очередь имеем ввиду людей это население это люди это мы с вами поэтому опять же люди имеют два варианта протяжательного падежа и таких слов на самом деле очень много и кроме этого сюда еще могут относиться некоторые существительные которые имеют которые значат время и не все так просто в отношении некоторых предметов недушевленных да некоторые одушевленные предметы тоже могут иметь офф и могут иметь апостров не все так просто поэтому у этого видео будет продолжение будет вторая часть ссылка на нее будет в описании Это был, так сказать, basic, чтобы знать, от чего оттолкнуться и чего вообще есть в природе. А во второй части будут уже нюансы. Кому интересно, кто все эти правила давно уже знает, и кому интересны нюансы, ну так нюансы будут во второй части, ссылка на которую будет в описании этого видео. Скриншот этого видео также в описании, равно как и ссылка на плейлист по существительным. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.